Всем привет! В прошлом видео была теория, сегодня будет практика. Купил на одесской металлобазе 12-ю и 8-ю арматуру нитками по 6 метров с запасом, так как надо учитывать нахлёст на стыках двух кусков арматуры, который должен быть не менее 40 диаметров арматуры, то есть 50 сантиметров для 12-й арматуры. Чтобы не платить за две разные доставки, договорился с соседом Ион Камазиком, за одну ходку привёз доски для опалубки 4-х метровые, 2 куба и 100 ниток арматуры 6-ти метровой. Доски и бруски для укрепления опалубки сложил на своём участке, которое накрыл плёнкой от дождя, а арматуру на всякий пожарный временно сложил у соседа. Лежала под присмотром, пока не вязали каркас. Немного поржавела за неделю под открытым небом, но это не страшно. Сначала гну нужное количество поперечных хомутов. На самодельном арматурогибе, который у меня временно закреплён на столбе линии электропередач. Хомуты будут удерживать нижние и верхние продольные пруты 12-й арматуры. Хомуты делаю с таким расчётом, чтобы продольная арматура, которая заводится внутрь хомутов, была в глубине бетона от краёв примерно на 5 сантиметров. А снизу буду устанавливать на пластиковые подставки. Они не так дорого стоят, чтобы на них экономить. Всего 200 гривен я отдал за два пакета по 50 штук. Половина хомутов будет уже, так как будут в фундаменте под мастерскую. Фундаментом будет всего 20 сантиметров, но армироваться будет так же, как под дом, четырьмя прутами. Продольную арматуру устанавливаем во внутрь хомутов. Её по правилам нельзя крепить снаружи. Сами хомуты согнуты в виде кольца и тоже связаны вязальной проволокой. Я, честно скажу, забыл купить вязальный крючок, который ускоряет работу по связке арматуры. Поэтому вяжу проволоку на арматуре пласкогубцами. Собирают каркас кому как удобнее. Кому-то прямо в траншеи, кому-то отдельно с последующей погрузкой в траншею. Я буду собирать по второму варианту, так как траншея узкая и копаться в ней будет неудобно. Сделали приспособление, чтобы было удобнее вязать. Забили две трубы, между ними ложим доску. И на неё вешаем хомуты на расстоянии 80 сантиметров друг от друга. И в них заводим арматуру. Самые слабые места в фундаменте это углы и примыкания. Поэтому эти места надо армировать по всем правилам. На углах нельзя стыковать куски арматуры. На углах арматура должна быть цельной, согнутой под 90 градусов. Перед погрузкой каркаса застилаю траншею пленкой. Для того, чтобы не запачкать бетоном доски и использовать их в дальнейшей стройке. А также благодаря пленке во время заливки из бетона не будет впитываться влага в землю. Что плохо скажется на его качестве. Не обязательно брать дорогую пленку под 200 микрон, так как пленка всё равно не будет служить как гидроизоляция. От влияния окружающей среды, морозов и так далее, любая пленка придёт в негодность в течение года-двух. Я купил рулон пленки 80 микрон, 100 метров погонных, рукав. То есть 3 метра в ширину в развороте. Полную смету на все покупки выложу позже. Параллельно с вязанием армокаркаса занимаемся также опалубкой. Тесть вяжет арматуру, а я собираю щиты для опалубки. Собираю каркас частями по 6 метров и грузим с тестем в траншею. Уже в траншею связываю вязальной проволокой части вместе. Самое сложное связать нижний ряд из-за узкой траншеи. Вот так выглядит готовый каркас арматуры. Отдельно покажу, как получились углы. Вроде бы всё по правилам. На углах арматура цельная, углы переплетаются с разных плоскостей. На примыканиях тоже вроде всё как надо согнуто и усилено. Особенно в местах, где широкий фундамент переходит в узкий. Перед тем, как армировать, посмотрел, как делается правильная армировка на углах. Вроде всё сделал правильно. Напишите в комментариях, если что-то сделал не так. Так, ну что-то я всё рассказываю только об арматуре. Надо рассказать, как я делал опалубку. Помните, что покупая доски для опалубки фундамента, вы одновременно покупаете доски для своего чернового пола в доме. Если, конечно, перекрытие будет из дерева, а не из плит. Хотя, даже если из плит, то доски можно использовать для подшивки потолка перед чердаком или для контур-обрешётки крыши. Или даже самой стропильной системы, в зависимости от толщины доски. Поэтому подходите к вопросу покупки доски для опалубки серьёзно, чтобы потом иметь представление, куда вы сможете применить эти доски после разборки опалубки. Если, конечно, вы не миллионер, и для каждого этапа строительства у вас будут отдельные пиломатериалы. Я взял доску 150 на 30 и 100 на 30 мм, 4-х метровые. И в дальнейшем 15-е частично пойдут на черновой пол второго этажа, а сотка на контр-обрешётку крыши под металлочерепицу. Фундамент будет 40 см высотой над уровнем земли, поэтому две доски по 15 и одна десятка будут сбиты в щиты высотой 40 см и закрытой изнутри плёнкой. Для подпорок взял брусок 50 на 50 мм, который я порезал по 45 см. Траншея уже вырыта, поэтому установке опалубки будет немного сложнее, чем если бы изначально установили опалубку и по её размерам внутри копали в глубину. Но такой вариант мне не подошёл, потому что траншея 30 см и в ней неудобно было бы находиться вместе с опалубкой. Первым делом для удобства разнёс доски по периметру фундамента и собираю их в щиты, с обратной стороны которых креплю брусок через каждые 80 см. Далее к этим щитам с обратной стороны собираю треугольник, для того чтобы, во-первых, упереть в колышки, которые будут препятствовать расползанию опалубки. Во-вторых, с их помощью легче выставить опалубку по вертикали. И также они ложатся на землю большей площадью, поэтому можно не бояться обрушения частей опалубки в траншею. Первым делом собираю угловые щиты, внутренние и наружные. Честно скажу, не люблю я чёрные саморезы, все знают, как при закручивании в дерево очень часто у них отпадали шляпки. Но продавец уверил, что это хорошие саморезы и оказался прав. Из примерно 1300 штук для всей опалубки поломалось всего штук 5-6 саморезов. И то, которое я в сучок попал. Конечно, если есть лишние финансы, берите лучше жёлтые саморезы. В любом случае, после разборки опалубки, процентов 90 саморезов можно будет использовать повторно. Сверху креплю те же бруски. Для укрепления и для контроля ширины фундамента. Совет. Делайте боковые бруски немного выше щита. Для этого я и резал их по 45 см. Чтобы верхние перекладины были не вплотную к верху опалубки. Так как бетон будет литься по самый верх. Очень важный этап, который довольно часто забывают. Не забудьте оставить закладные для ввода труб воды и канализации. Чтобы в будущем не пришлось выдалбливать в готовом фундаменте отверстия под коммуникацией. Закладные крепите хорошо, чтобы во время заливки бетоном они не сдвинулись. Совет. Не тратьтесь на специальные гильзы для закладных. Сделайте простой короб из досок или того, что есть под рукой, больше в диаметре сантиметров на 10, чем канализационная труба. Так как после застывания фундамента и вставки труб, все равно пространство вокруг трубы, что в гильзе, что в фундаменте, надо будет запенить, обмазать бетоном и загидроизолировать. Закладные для ввода воды оставляйте ниже глубины промерзания, а для канализации можно намного выше, для того, чтобы осталось больше полезного объема канализационной ямы. Так как канализационная труба никогда не замерзнет, так как в ней регулярно сливается теплая вода. У меня фундамент получится относительно невысокий и узкий, поэтому мне думаю хватит досок 30 мм, чтобы выдержали давление бетона. Если вы будете делать более внушительный фундамент, под него нужна более мощная опалубка из более толстых досок. Заливка бетона будет под самый верх, так на мой взгляд удобнее, чем делать отметки по уровню внутри опалубки, делая саму опалубку выше. Совет, сразу подумайте, куда слить остаток бетона с миксера, если вдруг опалубка уже будет полностью залита, а бетона еще немного останется. Так как водителю в любом случае нужно слить весь бетон и промыть миксер. Так иногда бывает, учитывая, что не всегда получается идеально выкопать траншею из-за сложностей грунта. Пленку заворачиваю на опалубку и прибиваю степлером. Вроде все готово к заливке, которая будет в следующем видео. Надеюсь, опалубка выдержит. До встречи, товарищи! Всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok